Всем привет, друзья! Сегодня я покажу очень простой и в то же время эффективный способ очистки вашего телефона или планшета на базе Android. Если у вас, допустим, вообще памяти очень мало, и вы не знаете прям реально, что удалить, что посвободить её. И в то же время вы не хотите скачивать какие-то сторонние программы, конкретно для очистки, или у вас просто нет памяти, чтобы установить эту программу. Вам нужно будет потратить немного времени, и вы освободите часть вашей памяти вручную. Итак, поехали! Для начала нам нужно зайти в наши настройки, дальше ищем приложение, и здесь нажимаем все приложения. Дальше понятное дело, что у каждого в телефоне установлены свои программы. Самый идеальный вариант это зайти в каждое из приложений. Давайте для примера заходим в безопасность, и тут нам нужно найти строку память. Нажимаем на неё. Это кэш внизу и данные. То есть кэш можно удалить однозначно, это временные подгруженные файлы, которые на работу приложения не повлияют. И есть данные, их тоже можно удалять, ничего страшного не произойдёт. Просто если вы очень часто пользуетесь приложением, то данные можно не трогать. Если нет, то спокойно удаляйте. Дальше обратите внимание на ваши приложения мессенджеры. Это Viber, Skype, WhatsApp, Instagram, Facebook, какие-то почтовики и так далее. Все схожие приложения собирают очень много кэша и данных. К примеру, зайдём в Viber. Кэш, грубо говоря, 40 мегабайт, а данные 860 мегабайт. Это реально очень много. Но если очистить данные, то просто почистится вся переписка, фото, видео, которые остались при вашей переписке. И если вам это всё важно, то, конечно же, перед проделыванием таких операций, сохраните себе все важные данные. Если вы боитесь что-либо удалять в вашем телефоне и вы не хотите заморачиваться, как вам это всё сохранить, я вам порекомендую такую программу, как Wondershare Mobile Trans. Это официальная программа, которая сделана максимально просто и доступна в плане различных передач файлов из телефона на телефон или из телефона на компьютер. И наоборот. Считается одна из лучших в мире по решению передачи данных из телефона на телефон. У меня вкладка в браузере с ней уже открыта. Для вас я оставил ссылку в описании. Просто переходите по ней, попадаете вот на такой интерфейс, где рассказывается про возможности этой очень простой программы. Ну, читать мы сейчас это всё не будем. Берём, нажимаем скачать бесплатно. Она у нас скачивается. Устанавливаете как обычную программу. Вот она уже установленная у меня на рабочем столе. Имеет она вот такой ярлык, логотип в виде сине-бирюзовых двух квадратиков на чёрном фоне. И давайте я вам открою и покажу её. Запускаем её. Дальше подключаем наш телефон по USB кабелю к компьютеру. И дальше программа сама определяет ваш телефон. Здесь есть очень классная функция копирования данных. Сделать так называемую резервную копию. Нажимаем сюда. Как мы видим, загрузилось название моего телефона Xiaomi Note 9 Pro. И все данные, что есть на телефоне. Дальше просто выделяете всё, что тут есть. В этом списке и фото, и музыка, видео, текстовые сообщения, контакты ваши и ваши установленные приложения. И кучу всего, что нужно на телефоне. Нажимаете начать и идёт сохранение. Потом это сохранится всё в один файл. И здесь есть также раздел восстановления. Заходите сюда, и тут будет ваш файл. Всё легко восстановить. Также тут есть и другие функции. Можно сохранить и восстановить все данные мессенджеров. WhatsApp, Viber, Skype, Line, Kik и WeChat. Есть передача данных именно из одного телефона на другой. Можно даже перебрасывать с Android да на iPhone. Или наоборот. В общем, программа несложная и полезная. Всё интуитивно понятно. Берите, пользуйтесь. Что касается очистки, думаю, тут тоже всё более-менее понятно. Показываю ещё раз. Заходим к примеру приложения Погода. Нажимаем память. Тут есть данные, есть кэш. Внизу нажимаю очистить. И выбираю кэш и данные. И всё. Сама программа Погода у нас остаётся работать, как и работала. Но мы освободили немного памяти. И также с каждого приложения у нас может насобираться довольно внушительный размер ненужных файлов. И удалив их, мы почистим и ускорим нашу систему Android. И телефон начнёт лучше работать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok